Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. Сегодняшняя наша тема – лунные и солнечные буквы арабского алфавита. Мы постараемся сегодня ознакомить вас с лунными и солнечными буквами в караническом контексте, так как караническое письмо является индивидуальным письмом, то есть есть определенные правила. И постараемся вас ознакомить сегодня с этими правилами, чтобы вам легко было вычислить лунные и солнечные буквы арабского алфавита в караническом контексте. Лунные и солнечные Буквы арабского алфавита связаны с артиклем, то есть Аль. Это определяющий артикль в арабском алфавите. Количество солнечных и лунных букв арабского алфавита поровну по 14 букв. Исключением Алиф не относится ни к тому, ни к другому. Итак, солнечные буквы арабского алфавита. Солнечные буквы, чтобы распознать в короническом контексте, следует обратить внимание, что после артикля Аль следующая буква будет со знаком удвоения. И над Лямом будет отсутствовать знак Сукуна. На примере. Щамсун. В короническом контексте будет писаться с артиклем в такой форме. Ащамсу. Обратите внимание. То есть мы произносим Фатха здесь и переходим на удвоенный знак. Лям, буква Лям в артикле аннулируется. И получается Ащамсу. Следует заметить, что артикль – это определяющий знак. Определение. Лунные буквы, в отличие от солнечных, артикль произносится. То есть буква Лям в артикле произносится. Например, Камерун с артиклем Аль-Камеру Аль-Камеру То есть Лям над буквой Лям Сукун произносится. Аль-Камеру И таким образом во всем короническом контексте можно вычислять солнечные или лунные буквы по этим критериям. Первое. У солнечных звуков над Лямом отсутствует Сукун. И следующая буква с артиклем. У лунных артикль над артиклем Лямом существует Сукун и отсутствует удвоение. То есть как только вы увидите удвоенный знак, буква Лям не читается. Как только вы увидите, что над Лямом стоит Сукун, она произносится. А на примере, сейчас мы напишем первый аят из суры Аль-Фатиха. Обратите внимание на первые два аята из суры Аль-Фатиха. Смотрите, пожалуйста. Вот. Бисми Аллахи. Вот артикль. Над буквой Лям отсутствует Сукун. И автоматически мы переходим с огласовки на удвоенный знак. Бисми Аллахи. Теперь слово Ар-Рахман. Над буквой Лям отсутствует артикль. Но третья буква, буква Ра со знаком удвоения. Бисми Аллахи. Перепрыгиваем. Бисми Аллахи. Рахмани. То же самое. Ар-Рахим. Артикль отсутствует. Нету его. С последней голосовки на букву Ра. Бисми Аллахи. Рахмани. Обратите внимание теперь на второй аят. Лунные буквы как будут выглядеть. Вот смотрите. Аль. Аль. Вот он. Третья буква Ха отсутствует знак. Но у второго есть Сукун. Аль-Хамду лиллахи Раббил. Обратите внимание. Вот он. Так как Айн. Лунная буква. Над буквой Лям в артикле будет стоять Сукун. Раббил Алямин. Уважаемые зрители. На этом мы сегодня завершаем наш урок. До новых встреч. Ассаламу алейкум. рахматул ла ха баркатул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok